Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Основные векторы развития Владимир Путин обозначил россиянам, над чем будем работать в этом году, что думают об этом местные политики. Я сел комфортно, то есть я говорю, как душа припала. Фраза «я купил китайское авто» перестает вызывать улыбку. В России все больше машин из Поднебесной, чем они покоряют земляков. Педагог, волонтер, активистка раздельного сбора мусора. В ее сутках больше 24 часов, а в ее сердце хватит места всему городу. Кто она? Одна из самых активных жителей из Барнаула. Алтайские эксперты считают, что послание президента, которое мы все накануне посмотрели, было максимально направлено к простым жителям. Буквально то, что люди и так обсуждают на кухне. Мы попросили наших спикеров расставить самые главные акценты в этой речи подробнее в сюжете. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Многие с волнением ждали этой речи, гадая, каким будет характер выступления Владимира Путина. Послание федеральному собранию шло почти два часа. Все это время мы его смотрели с политологом Константином Лукиным. По его мнению, на этот раз речь Путина максимально затрагивала простых жителей. Где мы сейчас и куда нам идти? С начала СВО это практически самая большая речь, которая все объясняет, выдает внутреннюю логику. При этом большой наезд на ту элиту и тот бизнес, который вывез все за границу. И вот этот переход к суверенной экономике с тем, чтобы действительно ставить задачи по строительству новых заводов, по разным таким вещам. Это то, о чем говорят простые жители, простые граждане страны. И вот в этом плане послание максимально к ним направлено. Много было сказано про поддержку участников спецоперации. Теперь они получат возможность ездить в отпуск дважды в год, по две недели. Также президент поручил создать госфонд для поддержки семей погибших бойцов. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Для меня действительно большое чувство гордости вызвало предложение по поводу создания единого специального фонда поддержки семей военнослужащих и непосредственно ветеранов боевых действий. Потому что по факту это реализация того запроса, который уже есть снизу. Уже множество жителей самостоятельно собирается в группу в муниципалитетах. Мы, соответственно, с коллегами проводим эту работу в части Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. И уже более 20 миллионов собрали и направили на поддержку. Не говоря уже о гуманитарной помощи, не говоря уже о том, что каждое предприятие так или иначе занимается поддержкой своих мобилизованных. В своем выступлении Владимир Путин затронул и сферу экономики. С 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению МРОД, провести еще одно на дополнительные 10%. Программа бесплатной госификации будет продолжена. За 5 лет России необходимо подготовить порядка миллиона рабочих, которые обеспечат суверенитет страны. Также из тезисов Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах. По сути, нас в одностороннем порядке выкинули после специальной военной операции из так называемого баллонского процесса. Нам, ученым, фактически закрыли возможность взаимодействия с иностранными учеными, прежде всего европейскими, американскими. Мы не можем свои статьи в иностранный международный журнал опубликовать. Поэтому в данном случае это ответ на те меры недружественные, которые происходят. Те, кто учится сейчас в магистратуре, они будут продолжать учиться, их диплом будут признаваться. Те, кто будет вновь поступать, я думаю, что роль и значение специалитета вырастет, что вовсе не отменяет того, что бакалавиат или магистратура исчезнет как таковые. Нет. По посланию можно сейчас писать программу развития России, дорожную карту для министерств, для губернаторов. Губернаторы сегодня после послания получат так называемый новый ГПА, по которому будет оцениваться в том числе их деятельность. И в конце интересные факты. Журналисты подсчитали, что за время выступления Путина зал вставал 4 раза. Аплодировали президенту 53 раза. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Спасибо. На развитие территории Ленинского района в 2022 году было привлечено около 6 миллиардов рублей. Накануне о работе администрации отчитался руководитель Ленинского района Евгений Авраменко. Он рассказал об успехах, достижениях и ярких событиях района. Подробнее в сюжете. Прошедший год для Ленинского района оказался весьма значимым и продуктивным. В 2022 году район отметил свой золотой юбилей – 50 лет. За 10 месяцев 2022 года производственный объем товаров, работ и услуг крупными и средними предприятиями района составил свыше 43 миллиардов рублей. Больше на 34%. Индекс промышленного производства пока составил 105,2%. План социально-экономического развития удалось выполнить на 81%. Да и благоустройство территорий движется хорошими темпами. Так начали восстановление парка «Юбилейный». Благоустроили аллею на Георгии Исакова и всем известное место под часами. Поделились и планами на 2023 год. Например, в селе Ганьба приступят к строительству амбулатории. Вы знаете, у нас, как у общественников, трудностей практически нет, потому что мы шагаем в одну ногу с нашей администрацией. Не только города, но, естественно, с администрацией района. Поэтому мы очень рады были услышать, что назначен Авраменко Евгений Александрович, потому что он с нами всегда рядом. Даже еще когда он не был назначен главой, он все проходил своими ножками. Никогда бы к нему не обратился, он даст ответы на все вопросы, которые нас интересуют и всегда нам во всем помогал. Нас слышит. Удовлетворительно оценил работу администрации и депутатский состав. Кстати, теперь в созыве Барнаульской гордумы Ленинский район представляют шесть депутатов от «Единой России». В Ленинском районе, конечно, хотелось бы отмечить работу в рамках партийных и национальных проектов. Нельзя не пройти стороной благоустройства на территории парка «Юбилейного». Также в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустройства дворовых территорий, капитальный ремонт дорог, которые требовали его уже достаточно продолжительный промежуток времени. Добавим, что администрации и других районов краевой столицы подвели итоги работы за 22-й год. И также представили свои отчеты. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Самозанятых в Алтайском крае за год стало вдвое больше. Сейчас их число составляет 68,5 тысяч человек. Судя по данным Краевого управления по развитию предпринимательства, 15% самозанятых занимаются ремонтом квартир и техники. Больше 11% работают в индустрии красоты. Еще 10% перевозят грузы, заведуют автосервисом. По итогам, 22-го года налоговые поступления от самозанятых края составили 159 миллионов рублей. Для сравнения, годом ранее эта сумма составляла всего 74 миллиона. В алтайских сетевых магазинах стали продавать дешевый спирт под видом косметической продукции. Об этом нам сообщили депутаты Краевого ЗАГС Собрания. Народные избранники делают сейчас ряд запросов в специализированные ведомства с просьбой проверить сомнительную продукцию. Ну а Валентина Аскерова выясняла, как не слечь с отравлением и какую алкогольную продукцию стоит обходить стороной. Когда пьешь, разве что-то понимаешь? Уже не новичок. На больничную койку Краевого наркодиспансера мужчина попадает не первый раз. И вновь медики достают жертву некачественного алкоголя практически с того света. Палата интенсивной терапии. Медики лечат алкогольные психозы, отравления, запои. Отделение неотложной помощи рассчитано на 65 коек. Многие попадают сюда после употребления некачественного алкоголя. Косметические лосьоны – это какие-то тоники. То есть аптечная продукция, которая для наружного использования. Все тоники имеют в составе этиловый спирт. Но, как правило, это не качественный этиловый спирт. То есть определенные фракции, которые при попадании в организм вызывают опасное состояние. Но покупатели, как правило, малого достатка рискуют своим здоровьем. И покупают дешевые лосьоны, и даже духи, поясняют медики. Не так давно обычные горожане забили тревогу. Обратились к депутатам с просьбой разобраться, почему некоторые торговые сети в Рубцовске продают косметические лосьоны с высоким содержанием спирта, но при этом по низкой цене. Ко мне поступило обращение в связи с лосьоном «Чистый люкс», на котором указано, что в нем содержится до 95% этилового спирта. 99 миллилитров по цене 33 рубля. Народные избранники обратились в Роспотребнадзор. Там пояснили, что, скорее всего, в данной продукции есть нарушения. Продукция, содержащая спирт, тем более в данном проценте, должна как минимум стоить не менее 60 рублей в среднем по рынку. Мы, в свою очередь, также направляем запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить лосьон. Стоит лишь добавить, что отравиться можно любым алкоголем. Качественным и некачественным. Главное, во всем должна быть мера. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Глобальная пауза для рынка европейских авто или как китайские машины заполняют Россию. Покупки последних все чаще ищут в интернете жители центральных регионов страны. Но и на дорогах Барнаула уже можно увидеть автомобили восточной марки. Как китайские машины завоевали рынок, узнавал Дмитрий Дроздов. Лет пять назад на фразу «Я купил китайское авто» над вами вы посмеялись. Сейчас вас примут спокойно. А через несколько лет и вовсе вам пожмут руку за то, что вы выбираете продукт со отношением цены и качества. Спрос на китайское авто в России вырос с марта 2022 года. И по прогнозам на 2023 год китайское авто в России появится еще и еще больше. Что об этом думают сами барнаульцы и специалисты? За ту начинку, которая есть вот у этой модели, в принципе, я доволен. Максим уже месяц катается на модели китайского производства. Вообще он думал еще над корейским и европейским вариантом. Они были в приоритете, но сравнил цену и понял – вот она, его ласточка. Я сел комфортно, то есть, я вот говорю, как к душе припало, я сел, мне сразу было комфортно в автомобиле. То есть я почувствовал габариты, в управлении мне она понравилась, по звуку понравилась, по динамике. То есть, в принципе, подраскидал мысли и решил, что да, надо брать. Роль сыграли, конечно, и условия. Китайца он взял с салона с гарантией и множеством плюшек. В то время, как европейские авто официальные дилеры продают БУ и, возможно, еще придется вложиться и в ремонт. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 22-м году количество китайских авто на дорогах России стало больше – с 10 до 37%. В 23-м году им пророчат половину рынка. В прошлом году из России ушли такие марки, как Ford, Nissan, Skoda, Renault. Ну и этот список можно продолжать почти до бесконечности. Теперь официальных дилеров в России этих марок у нас нет, поэтому машины можно купить только через параллельный импорт. И поэтому наши автолюбители смотрят на рынок Китая. А Китай смотрит в сторону нас. Поэтому в этой ситуации все оказываются в плюсе. Сократилось количество в плане предложения европейских брендов, всем известные бренды, как Mercedes, BMW, Volkswagen. И сложилось это ввиду того, что большинство заводов либо просто перестали поставки производить, либо заводы, которые находятся на территории России, также перестали производить машины. По данным автостата, в 2018 году автолюбители не воспринимали китайские авто. То на сегодняшний день картина совсем другая. Хоть и отечественная «Лада» на первом месте несколько лет, автостат подтверждает популярность китайских марок на 25%. В 2022 на рынке фиксировали взлет интереса к машинам из Поднебесной в марте. Летом спрос упал из-за проблем с логистикой. Плюс на фоне популярности китайские марки подняли цену. Но и такая стоимость оказывалась ниже европейских брендов. А после сравнения цены и качества выбор делали в пользу Китая. К тому же самые топовые в последние годы европейские авто испытывают дефицит комплектующих. Откуда у нас запчасти идут? Практически все из Китая. Поэтому все европейские и корейские машины, они сейчас наполовину из китайских запчастей состоят. Потому что они выгоднее. Специалисты не исключают и еще один фактор, влияющий на выбор неевропейских машин. Также главным фактором при выборе является все-таки и система безопасности, и комфорт, ну помимо цены. Ну и плюс ко всему, на мой взгляд, людей в китайских брендах привлекает современный дизайн. Поднебесные конструкторы выпускают множество форматов авто. Например, есть даже вот такой вариант для коллективной поездки марки IONTIME. В ходу, конечно, классика. За 2022 год число дилерских центров китайских брендов в России стало в полтора раза больше. С января китайские авто делают в Калининграде. На старте продаж в России пять марок. Наш автопром разворачивается на восток. Скоро смеяться над китайскими машинами будет некому. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. 70% жителей Алтайского края будут регулярно заниматься спортом. Такую цель к 2030 году ставит перед собой Министерство спорта региона. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Рябцев, депутат МАКЗС. По его данным, сегодня в спортшколах края занимаются 42 тысячи детей. Бюджет на поддержку детско-юношеского спорта в этом году на 27 миллионов больше, чем в прошлом. В сумме это 507 миллионов. Начинающим тренерам в первые четыре года работы предусмотрены выплаты до 50% от ставки. По словам министра, сегодня средняя зарплата тренеров краевых учреждений – 38 тысяч рублей. Также Максим Рябцев сообщил, что в этом году в Барнауле должны достроить два физкультурно-оздоровительных комплекса, а в Бийске – круглогодичный каток. Продолжает беспокоить жителей края судьба спорткомплекса Обь. Пару лет назад 49% акций комплекса выкупила известная фирма. 51% остается за правительством края. Сегодня в Оби занимаются более полутора тысяч маленьких спортсменов. Поэтому всех интересует вопрос, сохранит ли в дальнейшем Обь профиль своей деятельности. Руководство спорткомплекса уделяет значительное внимание поддержанию объекта в работоспособном состоянии и приведению его к нормативам. В последние годы в спорткомплексе были выполнены работы, направленные на повышение качества, оказываемых спорткомплексом услуг на сумму порядка 42 миллиона рублей. Спорткомплекс сохраняет профиль своей деятельности и вопрос о приватизации не стоит. В Барнауле стартовали два педагогических конкурса – «Муниципальный воспитатель года» и «Первый этап краевого учитель года Алтая». В общей сложности в состязаниях примут участие 60 сотрудников сферы образования из краевой столицы. Об этом накануне объявили на торжественном открытии года педагога и наставника. Воспитатели, учителя школы, работники центров доп. образования – ветераны сферы. Сегодня все для них и об их профессии. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника. С признанием особого статуса представители отрасли поздравили известные лица города, почетные работники сферы. Мы действительно гордимся тем, что педагоги наши лучшие. Какой бы уровень образования мы не взяли – дошкольное образование, школьное, среднее, специальное, высшее – нам всегда есть кем гордиться. В этом году в Барнауле пройдет целая серия мероприятий, приуроченных к году наставника. Педагогический форум, научно-практические конференции, конкурсы профмастерства – многие из них для молодых специалистов. Мы видим потенциал нашей молодежи. Как Батя Алексеевич сказал, уже очень много молодых педагогов в этом зале. Значит, будущая система образования есть. В торжественной обстановке дали старт двум конкурсам. Муниципальному – «Воспитатель года 2024», в котором примут участие 25 представителей Барнаульских детских садов, и первому этапу краевого состязания «Учитель года Алтая». На него отобрано 34 барнаульских педагога. Да, конечно, нужно обращать внимание на работу учителей, как-то их поддерживать, проводить интересные конкурсы, давать им возможность развиваться, где-то в чем-то проявлять себя. Ведь когда открытые уроки, детям ведь очень интересно. Все же хотят, чтобы на уроке было здорово, интересно. Победители и лауреаты конкурсов смогут представить Алтайский край на всероссийском этапе, который по традиции проходит в Москве. Елена Макаренко, День с толком. Волонтер со стажем. Следующий наш сюжет про жительницу Барнаула Наталью Астахову, которую знает, пожалуй, вся страна, благодаря ее волонтерству. Женщину не раз показывали федеральные телеканалы во время различных мировых чемпионатов и турниров. Сегодня об энергичном добровольце расскажем и мы. Кто хочет начать? Это моя кукла Братс. Я она с первого класса. Она афроамериканка с большими волосами. Вот так играючи с помощью мягкой игрушки Наталья Астахова преподает студентам педагогику. Будущие учителя начальных классов наставницы души не чают. Для них она больше, чем педагог. Встаешь утром, думаешь, ну вот сегодня у нас Наталья Ивановна. И настроение сразу поднимается. Ты идешь и знаешь, что не только она с тобой поделится опытом, но и ты ей дашь что-то новое. И вот этот коннект, вот это взаимодействие, это просто очень классно. А еще Наталья приобщает студентов к делу своей жизни – волонтерству. К примеру, сортировать мусор. К слову, снимая в прошлом месяце экологическую акцию, мы и познакомились с нашей героиней. И захотели узнать про нее как можно больше. Оказывается, Наталья Астахова много времени посвящает чужим детям. Есть детки с инвалидностью, кому я на дом езжу заниматься там. Только хитростью какой-нибудь надо удивлять. Каждый раз какой-нибудь фокус, какая-нибудь подделка интересная. Особенно я там волшебную сумку открываю, а что там сегодня. Ну, люблю это дело. Обучением детей не ограничивается. Помогает и пожилым. Привозит музыкальные инструменты, чтобы те играли. А еще выкладывает специальными алмазами иконы и отдает их в храмы. Но самое любимое занятие – волонтерить на спортивных чемпионатах. Нашу землячку даже показывали на федеральных каналах. К слову, друзья, за отличительную эмблему на волонтерской форме прозвали Наталью «Волонтер с подсолнухом». Дело не в футболе, а в… Я всегда работаю функцией работы со зрителями. То есть это общение, это движ, это ты знаешь, человек стоит растерянный перед этой махиной огроменной, и ты знаешь, как ему пройти, особенно два раза на чемпионате мира и на кубке была функция работы с МГН, то есть коляска, и ты подходишь к человеку, и он, слава богу, и он с тростью садится в коляску, ты его довозишь до места в стадионе. День Натальи Астаховой расписан по минутам. Занятость стопроцентная. Но ближе к ночи у нее есть один час на себя. Тратит его на друзей вышивку, а рано утром снова в строю. Помогает людям, в первую очередь супругу-инвалиду, который нуждается в жене, как никто другой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Хороших вам выходных! Продолжение следует...